Добрый день, уважаемые журналисты. Спасибо, что вы пришли, мы рады вас видеть. Собственно, сегодняшняя пресс-конференция у нас посвящена началу, я думаю, акции протестов аграриев по поводу нежелания Верховной Рады даже рассматривать закон 7403-2, которым восстанавливается возмещение НДС при экспорте соя. То есть фактически просто-напросто аграрии ставятся в равные условия со всеми остальными предприятиями, не сельхозпредприятиями, а вообще с любыми предприятиями, которые действуют в Украине, потому что всем НДС при экспорте возмещают, а вот аграриям решили не возмещать. Я буквально три минуты об истории вопроса. Давайте прокручиваем презентацию. Давайте следующее. Ну вот, 21-го у нас было в декабре принято соответствующее решение. Решили, что не будут возмещать сою и рапс. Это уже окончательное было решение. Соя уже в этом году, рапс 2020 года. Давайте дальше. Говорилось о том, что это сделано для того, чтобы построить перерабатывающие мощности и обеспечить сырьем наши перерабатывающие предприятия. Вот за это время, да, хочу сказать, что когда это все принималось, то вообще никакого обсуждения не было. Эти поправки были, ну, по сути, жильническим образом пропихнуты. Об этом еще другие участники скажут, как я понимаю. Давайте дальше. И вот уже после этого, благодаря народному депутату Ивану Мирошниченко, который здесь присутствует, нам удалось получить данные о том, а на самом деле сколько в стране, например, мощностей по переработке сои. Так вот их больше, чем мы производим сои. Строить ничего не надо. Уже все построено. И учитывая, что в Советском Союзе переработки сои не было, все эти мощности новые мощности. Это не старые, которые надо модернизировать, это новые. Вот давайте дальше посмотрим, что с рапсом. То же самое. Вот смотрите, зеленые, это сколько мы реально производили рапса, а желтые, это мощности, которыми мы располагаем. И это не наши данные, это данные Аграрной Академии Наук. И те же самые данные подтверждает и УкрАлье Пром. То есть мы в двух местах запрашивали данные. Ничего строить не надо, все уже построено. То есть первый пункт о том, что это было сделано для того, чтобы что-то построить, это просто обман. Идем дальше. Вот к чему это приведет. Вот у нас на рапс не было возмещения, а потом его ввели. И когда его ввели, то у нас разница между ценами мировыми и ценами внутри страны упала с 21% до 6%. Последнее падение с 9% до 6% это было, когда навели порядок с возмещением НДС. То есть перестали откаты давать. И весь НДС мы получили. К чему приведет вот эти нормы? Они приведут к тому, что мы вернемся на уровень 21% разницы. То есть у нас заберут 17% цены. Это вот назад в прошлое получается. Это уже было, нас хотят вернуть туда-назад. Давайте идем дальше. Вот что будет по СОИ. То же самое. По СОИ, кстати, даже кровавый режим никогда не занимался тем, чтобы не возмещать НДС. Когда на другие культуры не возмещали, на СОИ возмещали. Поэтому это даже не назад в прошлое. Это в принципе что-то новое. Такого никогда не было. Идем дальше. Вот это потери, примерно оценка, сколько мы потеряем. Примерно 6 миллиардов у нас хотят забрать денег. У нас это у обычных аграриях, у обычных фермеров. Давайте дальше. Вот эта рентабельность, которую мы получили бы в 2017 году с учетом затрат на кредитование, если бы эта норма сегодня действовала. То есть СОИ была бы нерентабельной. Дальше. А вот это кому у нас выгодно? Вот это доли в переработке масличных. Вот видите название компании, которая 3-4% контролирует. Давайте дальше. А вот ее собственники. Я думаю, тут комментарии излишни. Да, Виталий Хомутынник, собственник компании Кернелл. Это официальные данные Варшавской биржи. Именно они больше всего заработают на том, что потеряют фермера. Дальше. Вот кто выступил против этой нормы. Выступили все. Просто огромный список разных организаций. Я хочу, например, отметить компанию Астарту. Она номер один в переработке СОИ. В реальной переработке. Они повышают каждый год отбьем переработки. Они выступают категорически против этой нормы. То есть те, кто занимаются нежульничеством, нормальной работой, они понимают, что если вот это сделать, то просто-напросто посевы СОИ упадут. И стратегически это для страны неправильно. Давайте дальше. А вот это к тех, кто за. Хочу подчеркнуть, что это отдельные предприятия. То есть нет ни одной ассоциации. Ни одна ассоциация не смогла принять решение даже туда, когда входят переработчики в поддержку этих норм. Ни одна. Только отдельные предприятия. Кто там лидер? Кернелл Групп. Собственно, давайте дальше. Вот последнее, что хочу сказать. Мы сделали такой портал, где мы показываем, как народные депутаты голосуют за то, чтобы внести в повестку дня этот законопроект. Как они будут дальше голосовать за него. Я очень вас прошу дообращаться. Там все расписано. И все видно. Кто на самом деле защищает аграриев, а кто занимается тем, что прячется по углам и говорит о чем-то непонятном. Вот здесь как бы все видно. Это просто хроника боевых действий против аграриев. Можно здесь это получать и смотреть. Кто у нас за олигархов, а кто у нас за обычных людей. И последнее, что я хочу показать. Покажите, пожалуйста, список областных рад, которые обратились к Верховной Раде, приняли решение, официально проголосовали о том, что Верховная Рада, пожалуйста, рассмотрите законопроект 74.3-2. Видите, 13 областных рад приняли решение, рассмотрели. Большая часть страны. Верховная Рада игнорирует до сих пор эти требования. Законопроект, который нужно рассмотреть, это законопроект буквально из одного предложения. Исключить из налогового кодекса статью 63 переходных положений. Точка. Там нечего думать. Там нечего рассматривать. Это просто приведение к тому режиму, в котором было раньше, и в котором существует абсолютно вся экономика. Потому что возмещение НДС – это общая норма, которая прописана в Евродирективе вообще всем, чем только может быть прописано. Никому в голову такое не приходит в развитых странах. Я не говорю про всякие пупацкие республики и так далее, на которые мы вроде не хотим ориентироваться, чтобы кому-то отменять возмещение НДС. Мы здесь первопроходцы, потому что у нас есть олигархи, которым нужно помочь за счет фермера. Ну и, собственно, последнее. Я сейчас попрошу коллег, чтобы были показаны фотографии сегодняшних акций протеста. Я хочу подчеркнуть, что эти акции протеста прошли не потому, что я решил, или Геннадий Новик это так решил, или, например, Андрей Декундыш решил, или кто-то еще решил. Потому что люди сами решили и сами вышли на дороги. И люди решили, что если вот это безобразие будет продолжаться, если Верховная Рада даже не сможет рассмотреть законопроект, не то, что там проголосовать за, хотя мы считаем, что единственное правильное решение – это срочно проголосовать за, а вот просто мы продолжим тогда эти акции протеста, потому что люди так решили. И со следующего вторника дороги будут продолжать быть заблокированы. Вот это такой короткий экскурс. Спасибо, что послушали. И я прошу выступить наших народных депутатов, которые сегодня сделали, на мой взгляд, важные, приняли важные решения, совершили важные действия в Верховной Раде. Спасибо. Доброго дня. Но перед тем, пока скажу, что было в Верховной Раде, трошки свою думку и экскурс в историю этого вопроса. Насправді, я уже думал, что у нас такого не может быть. За три года в парламенте, когда я работал, что такие законы могут в тайный способ заходить в зал и быть проголосованы. Тобто, это был полный шок. И я вам скажу, в нашей фракции за самопомощь мы достаточно часто, каждый мает свою думку, и достаточно мы голосуем частью фракции за какие-то вопросы, за какие-то вопросы. То в тот вечер, когда мы могли голосовать изменения до податкового кодекса и нового бюджета, у нас была частью депутатов, включая меня, я хотел поддерживать изменения и голосовать за бюджет. Что я делал раньше, потому что мы достаточно много работаем с моими коллегами для того, чтобы изменить законодательство, какие-то программы поддержки и так далее. Но когда за 30 минут до того, как голосовать, мы увидели, я увидел, что в целом относятся такие нормы, которые полностью изменяют ландшафт целой галузи или направление в растительнице. И это было без обговорения ни с комитетом, а гражданом. Про это не было никакой дискуссии в зале, ни в каких группах. Я уже не говорю про профильные асоциации. То, конечно, знаючи, что там еще может быть, в таких паперах, где по 200 старинок, что там еще в середине мы не можем не вычитать. То мы, не изменили думку, мы не голосовали за бюджет в третий вечер и за податковый кодекс. Поэтому, это же сказал Миша Михайло, что это даже тяжело поверить, что такое может статься. Но мы должны, что мы должны. Но, на самом деле, благодаря тому, что постоянно подкидают сюрпризы агропромисловому комплексу, я хотел бы еще раз приветствовать асоциации, что они объединены. Вы все знаете, что сейчас 5 дней наибольших асоциаций украинских объединены в единство объединений. И это очень хорошо. И, я скажу, отверто, их поддержка нужна и нам. Потому что, если ее не будет, нам, может, это тяжело поверить, но нам будет тяжело выиграть эту схватку. Вже было сказано, что было порушено все, что возможно и не возможно, когда внослися эти правки и было голосование. Все нормы, регламенты, работа комитетов, парламенту, порушена асоциация, асоциация с ЕС. То есть, нет ничего, за что можно схватиться и сказать, что что-то было сделано согласно действующему законодательству. Но, тем не менее, оно было проголосовано. Третий, что я хотел бы отметить, там не 6 миллиардов избыточных. Я не хочу претендувать на останнюю истину, но законы экономики, они працуют и называются тому законами, потому что как законы, а не как потом кто-то хочет пояснить. Когда мы изменяем ПДВ на весь спектр олийных и технических культур, то даже эти культуры, как насыщение соечнику, например, которые все говорят, что, 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 мы не экспортуем и так, там, какие-то 30 тысяч тонн выехали, и так далее. Так, вплив будет не ноль, все равно вплив будет, 5%, 10%, и на весь вражай, на все эти 13 или 15 миллионов тонн, это втратить виробник закону каждой тонн. Почему? Потому что закон работает как закон. Мы собрали альтернативу переробки, чтобы был экспорт. Ихай там было 30 тысяч тонн. Но каждый завод должен конкурировать за каждую тонну, потому что была альтернатива на экспорт. А теперь мы взяли и дискредитировали этот экспорт, изменившие условия и поставили его в неконкурентное становище. Тут минус сумма ПДВ. Поэтому это не 6 миллиардов, это по комплексу будет больше. Можно сперечаться 10, 12, но это не 6 миллиардов. Это что год, это не одноразово. Четвертое, что хотел бы отметить, когда вам показывали кампании, которые поддерживали или не поддерживали, у нас были встречи, мы с депутатами проводили, и в американской троевой палате, и в ЕБИА, и действительно, ни одна из асоциаций, как асоциация, не поддерживала это. И второе, что хочу отметить, в захидной кампании, большинстве, 80% минимум, которые имеют заводы в Украине, тоже это не поддерживали. Потому что люди понимают, во-первых, что справедливо, а что несправедливо, и во-вторых, какие будут последствия. Это четвертое. Пятое, что хотел бы отметить, что никто из нас, из депутатов, и товаровиробников, никто не против поддерживать переробку. Я сам очолював Каргелл-компанию, очолював Нобеллгруп, сейчас Сиковка, и строил эти три масса астракционных заводов. Я их не знаю, как сейчас тяжело переробников. Потому что, эта галузь была полностью отбудована, отбудована очень много новых заводов. Это миллиардные инвестиции. Потужности сейчас набудованы больше, чем у нас сировины. Это правда. Поэтому стали важкие часы в этой галузе. Моржа, заработок, при ропе олених, и насынья исторически самые низкие. Но это не может быть за рахунок, это поддержка за рахунок фермера, виробника. Поэтому, даже знающи, какие там проблемы, и природные, я бы быть схильным до таких кроков, они, по-перше, несправедливые, и наследки будут негативные в среднестроковой перспективе 3-5 лет. Потому что экономика для фермера, виробника, даже в алийных культурах, при низких святовых ценных очень важная. Сегодня очень тяжело зарабатывать фермеру деньги, особенно в Украине, при нашей финансовой системе, отсутствие очень многих вещей. У нас, что присутствие в Украине, это все риски, которые только могут быть в мире, в теории, у нас они есть в практике. Нам не нужно ехать в Гарвард научиться, как управлять рисками. Можно жить в Украине, научиться всем. У нас есть риски воинские, погодные, политические, финансовые, какие их заводны. Поэтому западные компании, которые имеют заводи, тоже понимают и они не поддерживают. Но еще раз подкрасиваю, никто тут не против поддерживать производителя. Но вопрос не за рахунок производителя, и второе вопрос, что только масло, алиолейно-жировую галузь? А почему они хотят поддерживать мясо молочное, например, а крупину и производство борошна, которое у нас тоже растает, или производство овощей, переробку, переробку. И это, как вы видите, проголосовать за 300 минут можно, а сейчас нужно певкраины поставить, как говорят, на вухо, и уже третий месяц мы не можем отмотать это назад. Еще мы не знаем, что отмотаем. Поэтому все надо обратить назад. Мы уже работаем с коллегами, и вчера была остальная крайняя нарада, как говорят, мы работаем над нормальным законопроектом, который позволит поддерживать переробку. И снова скажу, не только масло жировой олойной галузи, а и тих, что я уже назвал. И не за рахунок товаровиробника, а и другие инструменты. Только нужно разговаривать профессионально, седать, раховать, чуть один одного. Они заносят такие законы, про которые половина уряда не знала, про эти поправки. Это уже история. Поэтому мы рядом с ограждениями в этом вопросе. И я думаю, что наступный тиждень будет очень важным, чего мы достигнем или нет. И, соответственно, с ситуацией будем принимать решение. И вас информировать. Дякую. Добрый день, шановные коллеги. По-перше, 7 грудня 2017 года было принято в другом читании проект внесения изменения до податкового кодекса. Там было грубо порушение правка номер 180 народного депутата Украины Сидорчука, которое предпочено было скасование бюджетного отшкодования ПДБ при экспорте технических культур в свою репаку и соняшнику. В чем там было порушение? НОРМИ 116, бо в тілі закона цього не было. И это порушение регламента Верховной Ради статті 116. И с этим порушением мой коллега Иван вам рассказывал, что мы только его увидели в зале за 15 хвилин до голосования біля 300 старинок тексту, который был надан и только там увидели, что есть такая правка. Она была не одна, их было три. И внесена была нами с голоса такую правку на подтверждение, и она не нашла подтверждение в зале. Но потом остаточная была еще раз поставлена в голову комитета податкового и разом с законом проголосовалась ця правка. Это техническая часть, но что надважливая. Грани комитет ни один народный депутат этого не знал. И я нараховую так, когда есть дискусия, есть желание, собираются асоциации одна сторона, другая сторона, виробники, переробники, между собой ведется дискусия, анализируется, дают фаховые выяснятки и так далее. Цего ничего не было. Это одно решение сделали и приняли. Что сделали частина депутатов Аграрного комитета? В органах комитета нараховывается 30 народных депутатов. Это один из самых больших комитетов Верховной Ради. Буквально за 3-4 дни мы сделали официальную заяву и направили вам, в том числе и президенту, и главу Верховной Ради, и всем, где описали все, что происходило. Подкреслю 22 народных депутатов из 30, которые есть в Аграрном комитете. Мы написали, что мы против этого. Далее мы разработали законопроект и 74-03-32. Но сейчас он еще не внесен в зал. Что сейчас происходит в Раде, чтобы вы понимали? Мы голосуем тижневый порядок днен. Не принимается порядок днен на сессию. И поэтому те законопроекты, которые сегодня голосуются только в тижневом порядке днен, только они рассматриваются. А сгід регламенту законопроект, который не внесен в порядок днен, его не может рассматривать профильный комитет. И тому наша позиция следуючая. Мы сегодня, я так думаю, десь 40-50 народных депутатов, не только аграрьев, озвучили днен. Дви фракции взяли нового выступ и десь 40-50 народных депутатов. Мы сказали так, что мы должны поставить порядок днен цей законопроект. Как только он попадет в порядок днен, далее разглянути базовым комитетом и вынести его в зал. И хай уже народные депутаты в зале визначатся за цей законопроект. По этой процедуре, как положено сгідно регламенту Верховного Рада Украины. И сегодня я очень человек, я как мирно, я понимаю страйк как крайню форму, которую сегодня аграрники. Но другие не чуют чомусь. Я понимаю, что на сегодняшний день что еще важливое, який негатив. Я за гроши уже не скажу там від 5-10 млрд по різным оценкам. Это щоречные втрати агро-виробников. Но важливое еще одно. Соя как культура за останніх 5-7 роков в Украине мабуть утроилась. Да, Лен Петрович? Насколько я говорю? Уже біля 2 млн гектар соя виробляється в Украине. И мы наростили это виробничество. Больше того, это особенная культура, которая дает замену доброго азотного. Потому что там клюбинковые бактерии вырабатывают азот. И как лучший предатель используется. Поэтому до чего это может привести? До это великое поступление валюти в страну. Продаж соя. Юг виступить мій коллега Банхлайн. Юг там, где соя не на Магаре, а на Поливе, это единая культура, которая дает прибуток. И аграрии вклали туда и в взрослые деньги и туда. Это, что произошло, я считаю, это великим злом. И парламент нужно сделать все, чтобы этот законопроект был поставлен. Комитет его податковый зал вызначился. И для этого я, как на меня, мы сделали все возможное. То, что в рамках Конституции, в рамках законов, предусмотрено нашему парламенту, чтобы этот закон был порядки денному и парламент был проголосован. Спасибо вам. Доброго дня. Я представником Классников Плассников Півдня Херсонщины. У нас зона розвиткованого змолоробства. Саме тому, что маленькая кількість осадков не дозволяє эффективно выращивать целью культуру, тому аграрії Херсонщини активно используют зрошения. И занимаются самым восстановлением зрошения, то, что было разрушено в последние часы. На сегодняшний день аграрії занимаются, что восстановляют все больше и больше зрошенных земель. Но главной культурой для выращивания есть соя, потому что соя это одна из монокультур, которая может выращиваться год за год, и как сказали коллеги, она сделает зарядку азотными добровыми землю. Тобто ее можно выращивать год за год. Вона более-менш эффективна при выращивании и разрушивании, потому что вона мает определенную прибытковость. Но каждый год возраст цен на электроэнергию и соответственно с уровнем инфляции увеличиваются витрати на власную послугу водгоспов установ. на то, что повышается власная послуга, поэтому возрастает вартость води. Вартость мы этого еще отримали збитки аграрии по невидшкодению ПДВ. Отримаем збитки аграрии по невидшкодению ПДВ. Аграрии несут додатковые збитки от повышения цин на воду и еще отримают збитки от того, что им не повердают ПДВ. Тому взагалі вирушивание соя на зрошене. Это будет мать пагубные наслідки. Пагубные наслідки в том, что фактично на сегодняшний день аграрии Херсонщины не понимают, что им делать. Не понимают, что им вирушивать. Потому что соя вирушивание соя вирушивать. Вирушивание соняшник не можно. Это не монокультура. Соя вирушает прививание. Какие культуры вырушивать? Пшеница, репак не монокультурами и не дают певную рентабельность. Поэтому на сегодняшний день аграрии вошли на страйк. Они приедались до всеукраинской акции. Для Херсонщины это пагубная правка, которая произошла в бюджетном податковом кодексе. Поэтому аграрии Херсонщины приеднуються до цієї акции. Я, как народный депутат, отстою интересы аграрии в Херсонщине и так же наполягаю, чтобы был принят наш законопроект, который возвращает отшкодование СОЮППДВ. Дякую. Я по-русски скажу, я тоже запизнився. Але запизнився, бо сегодня очень интересная конференция про проблематику в решении вопроса поглибленной переробки продовольства и сировины в Украине. И там берут участь много представителей и наземных компаний, которые поставляют обладнание для переробки зерновых культур, молока, мяса. И когда я сказал, что я спешу на такую пресс-конференцию, потому что, на жаль, принял решение и уряд, и на уровне парламенту допущена помилка, чтобы обтяжить так фермеров. То американский там представник каже, а в чому проблема? Вам же одразу компенсуют всі втраты, которые принесут граждан. Это помогает тем, кто переробляет, лишь держава, хіба что держава могла так и сделать, как, на жаль, могла. Тобто, ниде в свете так никто не сделает. Такие могут принимать решения. Не знаю, они начали эту дискуссию, там иноземцы кажут, но в случае, если мы помогаем одним, за счет других, и втраты других компенсирует государство. Это абсолютно логично. В нашей ситуации такого, на жаль, нет. И то, что обороны селяны, они имеют на это право. Сегодня мы не буду повторять, которые превышают в разы обсяг того, что мы виробляем для переробки, того, что мы виробляем как сировину. И еще допомогать тем, кто делает эти заводы для переробки, за счет селян, я думаю, что это на сегодня неправильное решение. Поэтому будем делать все, что можно, для того, чтобы исправить ситуацию. Доброго дня, шановные коллеги, журналісти. Вы знаете, ну, такая вот складывается думка, вы знаете, мы создадим трудности, чтобы потом героически преодолевать. В любой государстве, значит, люди, которые сделали то, что сделали, так, то, что порушили законы, регламенты, так и так далее, уже бы десь сидели и давали свои показания за то, что они сделали, да, а в нашей стране они сидят там у теплих, а те, против кого они порушили закон, стоят там на дорогах, там, стоят. И замість того, чтобы робить, забезпечить продовольственную безопасность и державе, и, в принципе, быть около своих семей, останние дни там аграрии біля семьи, потому что уже начинается посевная кампания и все, тогда уже немае там ни дня, ни ночи и так и иначе. Вот. Замість того, они, значит, повинні это делать, чтобы довести, чтобы примусить людей не сезти в тюрьму, не разглянути это питание, а просто повернуть назад и сказать, что мы этого не делали, и Бог с вами, хай вы так будете. Ну, очень интересно, я не знаю, когда уже это закончится, но что хотелось бы сказать, вы знаете, если раньше были певные акции, до которых мы закликали людей, прораховавшие певные последствия, и закликали людей, то вот это решение, оно и происходит уже протяжении трех месяцев, значит, оно навпаки, тобто звонят люди из областей и говорят, что там сидите, давайте давайте это, это, мы сейчас не можем поехать, давайте на местах и мы готовы и таки, и таки, и таки. Тобто, значит, сегодня удалось, и вы, напевно, знаете, про это уже говорили, что аграрии, оця беда, яка сиплется как с рогу значит, на аграрии, особо малих и средних, она и добру справу сделала, то аграрии начали таки объединиваться и досить так, ну, швидко объединиваться, и створен всеукраинский аграрный форум, есть тому подтверждение, сегодня пять, есть еще асоциации, которые подали заяви на вступ до этого объединения, я очень задоволен тем, что и переробные это гарная речь, но что будет если не будет принять то в понеделок будет поводжена рада и если законопроект не будет поставлен в порядок денный, то начинается безстроковая акция по перекрытию дорога, не дойдет до какого без розума значит что нужно это сделать вообще на мой погляд порушена вся система влади есть областные ради которые вернулись до Верховной ради с тем что рассмотрели вопросы не может Верховная Рада отмахнуться от 15 областных рад так больше половина не можем відмахнуться это же не просто так бы и в этих областных радах аграрии может 3% может 5% это все люди понимают что в государстве так не должно быть это представители ширших кол суспильства они понимают и если от этого отмахаться то тогда пожалуйста какие же инструменты нужны для того чтобы керевництво Верховной Ради приняло решение это уже керевництво 50 народных депутатов вымагают этого мало может нужно 250 я не знаю для того чтобы примусить вообще втрачается логика принятя решений а если втрачается логика то люди на местах тоди тоже втрачают механизмы впливу и от цих нормальных цивилизований механизмов породжуются другие механизмы я могу концентратить что нам удастся как раз отработать такие решения если государство до них прислухается то она будет развиваться спасибо я хочу еще сказать последнее время когда мы стали показывать цивилизов говорить о том что где же была дискуссия давайте подискутируем наконец почему вы это сделали в ответ мы стали слышать очень странные вещи оказывается это сделано для того чтобы уменьшить махинации с НДС то есть мы отменяем общий режим НДС который действует во всем мире для того чтобы уменьшить махинации действительно давайте НДС точно махинации но если не ерничать то ситуация ровно противоположна вот у нас действительно существует большой теневой рынок сейчас у нас большой теневой рынок подсолнечника чем отличается теневой рынок от легального на теневом рынке вам предлагают продать вашу продукцию за кэш по цене без НДС и у вас выбор продать по цене с НДС легально то есть на 20% выше или продать в черную за кэш при этом у вас не перезникает налоговых обязательств у вас вообще как бы этих денег нет но они есть и они в долларах я вам хочу сказать что очень многие фермеры сейчас делают выборы в пользу второго варианта получить в долларах ни с кем не связываться ни о чем не говорить никто не проконтровирует ни о каких валютных рисках все вообще прекрасно например по подсолнечнику у нас каждый год из космоса десантируется примерно 2,5 миллиона тонн потому что мы умудряемся экспортировать масло и потреблять его больше чем мы можем его произвести из того урожая который у нас есть на 2,5 миллиона тонн это такая консервативная цель масличность выше теперь как бы говорим о сои что будет в сои о сои будет следующая вещь у нас получится что цена по которой будет покупать легально будет равна цене по которой можно продать в кэш теперь скажите пожалуйста где эти безумные фермеры которые вырастив эту сою будут ее продавать легально зачем если ты продаешь ее в кэш не имеешь никаких проблем получаешь валюту тебя никакая налоговая ни о чем проверить не может ну нет у тебя ни сои все нет сой была сплыла украли там еще что-то мало выросло и так далее ну вот зачем тогда то есть на самом деле с точностью это наоборот данная мера ведет к тому что теневой рынок сои увеличится вот это то как придумывают на ходу аргументацию для того чтобы оправдать простую вещь а именно политическую коррупцию когда в пользу одних товарищей которые сидят в Верховной Раде решают такие вопросы для того чтобы у них было денег больше а у фермеров было меньше спасибо в каких областях то есть это предупредительная акция поэтому некоторые области там активисты приехали туда помочь это самое во вторник их будет в два раза как минимум больше мест перекрытия практически станет вся страна потому что ну уже терпеть это просто люди не понимают вопрос какой значит есть разные методы у аграрии у аграрии у аграрии общую доступную, загальнодоступную. И все прозвища знают. Есть пропозиция уже просто, припустимо, не продавать этим компаниям, которые это сделали. Тобто, кроме снижения цены, и еще так бы мовити, такий певный бойкот для того, чтобы люди понимали, что так не можно. Замість того, чтобы прийти и выставить проблему на стол, возможно, там есть проблема, и ее нужно решить, нет вопросов. Взяли ее тихесенько, там, певно, тоже зайшли с чем-то и вырешили вопрос, то, что говорил Михайлов, про политическую коррупцию. Кировоградскую вы назвали? Да, назвали. Я хочу сказать, что, на самом деле, ситуация выглядит так. Вчера мы планировали, ну, мы знали о том, что будет в шести. Сейчас уже в девяти. Возможно, что и больше. Это не шутка. То есть, возможно, что и больше. Вчера, по нашим, как бы, прикидкам, должно быть шею. Ну, как же, как фракция. Поэтому, как говорится, спрят по осени считают. Я думаю, что мы сейчас закончим, обзвоним и можем узнать, что где-то еще проходило. Потому что, я подчеркиваю, это не спланировано, это не то, что кто-то кому-то позвонил и приказал, давай выходи. Люди сами это делают. Когда люди делают сами, то ты иногда просто, вот, оказываешься, ситуация какая-то сам, не знаешь, где еще вышли. И действительно, это предупредительная акция. В принципе, собрание, на котором аграрии собрались и решили, что будет делать, произошло позавчера. То есть, это произошло буквально за один день. Потому что, действительно, ТРП сурвался. Ну, сколько можно ждать? По большому счету, этот законопроект должен был рассмотрен быть четыре недели назад. Там все было готово, он давно внесен, к ним все ясно. Он настолько простой, что это, ну, как угол дома, там нечего обсуждать. И единственная причина, почему он не вносится, не голосуется, это потому что кто-то этого очень не хочет. Никаких других причин к этому нет. Людей массово на улицу, долгосрочную, никогда организованно не выведешь. Они выходят сами. Мы уже имели, имеем с вами опыт двух революций, на что нам только не рассказывали. Сколько можно, кто платы. Я, кстати, три месяца там все стоял. Люди выходят сами. То, что вы говорите, пять регионов, семь, девять, там будет двеная, они сами выходят. Если они уже выйдут, то хай там уже шукают знову какие-то корни Кремля або еще что-то. Люди выходят сами, ты их не выведешь в такую кількость по какой-то вказице. Вот и все. Проблема выводит. Еще есть вопрос? Все, поехали. У меня вопрос, короче, Маха Лизавито, У меня вопрос к народным депутатам. Известно ли вам вот Сидорчук, народный депутат, который выносил правку 180, связан ли он с компаниями, например, Керну, которые заинтересованы, чтобы эта правка была принята. И вопрос к Михаилу Соколову по поводу того, кто все-таки мешает, конкретные, может быть, компании или конкретные фамилии, кто препятствует рассмотрению законопроекта. Первый вопрос. Мне известно о связи. Но я вам скажу, это так, там, в нашей организации, так и делается, как правило. Никто в открытую, это мы в открытую подняли, называемые именами, пошли. Как правило, такие фокусы делаются, конечно, это человек, с другой стороны, пару депутатов, и так далее. Поэтому нет, неизвестно. Можно много думать на эту тему, почему так сталося. Но я, значит, чувствовал, что так станет, я не проголосовал за эту правку. Только Мир Шинченко тоже не проголосовал. Решто проголосовали не потому, что они это поддерживали, а потому, что так было сделано. Такий способ, что практически 99% депутатов не знали, за что они голосуют. Я могу сказать следующее. Я, естественно, не правоохранительный орган никакой. Я не могу прослушивать, документировать, собирать там такие доказательства. Я могу лишь говорить о том, кому выгодно. Кому выгодно, я показал. Ты на вошеду при меня. Больше всего выигрывает компания «Кернелл». Акционером компании «Кернелл», согласно официальному заявлению в Варшавской бирже, является Виталий Хомутыник. Виталий Хомутыник является членом наукного комитета и был его экс-главой во времена Януковича. Только вдумайтесь тоже немножко в закулисье. Любой законопроект, который поддается, должен иметь обоснования, расчеты экономические. Какое будет влияние данного законопроекта на ту или иную сферу, социальную или экономику. Здесь, естественно, таких обоснований не было. Ноль. То есть, представляете, отменяем в целом сегменте сферы растеневодства, отменяем важнейшие налог, который, опять же, дискриминационно, только применяется к аграриям в нашей стране и уникальный случай. При этом никакого влияния, ни одного расчета. Все хорошо. Все. Миллиарды наносят убытков, и никто даже не пишет, не удосуживается посчитать, хотя бы заштукатурить эту ситуацию, сказать, ну, у нас, может быть, налогов больше будет от переработки. То есть, вносит законопроект с обоснованиями нулевыми. А теперь, когда на комитете уридовом его собирались рассматривать, его собирались рассматривать две недели назад, от нас требуют обоснования. Это я вам больше того скажу. Мы получили проекты заключений Минэкономики, Минфина, и, честно говоря, эти проекты заключений для нас, ну, это был шок. Потому что, на первом Минэкономике умудрилась написать, что отмена возмещения НДС не является нарушением наших обязательств, взятых в ВТО. Хотя есть прямая статья, которая говорит, что мы не имеем права вводить никакие меры ограничительные. Есть только один случай, когда мы их можем ввести, это критический дефицит соответствующего продукта на территории Украины, ну, то есть в стране. У нас что, дефицит сои, рапса возник? Вы можете себе представить, что у нас дефицит сои или рапса? Или, может, у нас подсолнечника дефицит. Мы его экспортируем в 4 раза больше, чем потребляем. Или в 5. Ну, какой дефицит вообще? О чем? Где этот дефицит? То есть, понимаете, это просто на белое говорить черное. Минэкономики имеет, ну, я не знаю, как это такое. Вот если бы я там был, я бы такого не подписал. Ну, потому что это позор. А про то, что в рамках соглашения ассоциации у нас есть норма, где прямо сказано, что мы обязуемся не вводить пошлины и меры эквивалентные им, которые эквивалентного действия, а это меры эквивалентного действия пошлины. Они просто забывают. Этого нет. Это при том, что до этого, еще 4 недели назад, президент пишет письмо в Верховную Раду и говорит, вы знаете, дорогие товарищи, вы, наверное, не заметили, но это же нарушает наше соглашение об ассоциации. Поэтому, когда Минэкономики умудряются дать такой ответ, оно не только не читало, оказывается, того, что написано в соглашении об ассоциации и в наших обязательствах по действиям, оно еще, оказывается, забыло о том, что недавно президент писал. Ну, вот это пример. Или второй пример. ДФС говорит, вы знаете, нельзя отменять Минфин, нельзя отменять этот закон. Нельзя его принимать закон, отменять эту норму. У нас же будут бюджетные потери. Ребята, так вы же не закладывали эти бюджетные доходы в бюджет. Это же вам в последнюю ночь внесли. Но даже если забыть об этом, дальше возникает вопрос, а с чего вы собрались заработать? Вы же сами знаете, что там, где действует пошлина, все перерабатывается. Подчистую. И вывозится потом маслом. А масло и шрот вы возмещаете. То есть, если эта норма будет работать, в бюджет дополнительно поступит ноль целых ноль копеек. Потому что мощностей у нас вот так. Если бы у нас мощностей не хватало, можно было бы там посчитать и сказать, вы знаете, у нас не хватает мощностей, мы чуть-чуть будем экспортировать вот эту культуру, мы не будем возмещать, в бюджете будут дополнительные доходы. Этого ничего нет. В Инфиде не могут этого не знать, в ДФС не могут этого не знать, но они такое пишут. У меня вопрос, как люди, у которых есть высшее образование, которые должны были просто изучить, как свои пять пальцев, соглашение об ассоциации, наше обязательство, когда преступление в ВТО, такое вообще могут писать. Они что, это случайно делают? То есть понятное дело, что вот это все звенья, все одного и того же. Мы приняли решение, кому-то мы пообещали, мы теперь не можем отступить. Но это же бардак. Когда такое происходит в стране, это возврат во времена Януковича. Простите, у нас то же самое происходит сейчас по удобрениям. У нас самые высокие страны в стране цены по удобрениям. У нас не внесение удобрений в достаточном количестве. Мы теряем каждый год по 200 килограммов поживных речивин с гектара, потому что мы мало вносим удобрений. И на этом фоне, когда мы сами истощаем свои грунты, подрываем ту основу, на которой мы живем, за счет которой мы наращиваем экспорт, за счет которой мы кормим страну, мы что делаем? Мы принимаем решение о том, что нам нужно поднять цены на удобрения еще выше, в космос. Но у нас такое ощущение, что у нас просто заговор олигархов против аграрной отрасли. Я могу дальше перечислять, что у нас с дотациями происходит. Все то же самое. То есть у нас все время обдирают фермеров и все время отдают деньги олигарху. Вот куда они ткни, везде. Но это уже просто, честно говоря, так не может быть бесконечно. Спасибо. Наталья Мацкотт, телеканал Эспрессо. У меня, конечно, вопрос был бы больше к народным депутатам, большинству которых ушли. Поэтому будет непосредственно вы будете отдуваться за весь комитет. У меня такой вопрос возникает. Ну, как бы, когда вас избирает народ, первые документы, которые вы получаете, это регламент. И той правкой из голоса, про которую прогнозовали, для того, чтобы отменить НДС, а вы должны были настаивать на том, чтобы это рассмотреть в комитете, письменно, в припоединении таблицы, на заседании комитету, и только после этого голосовать в зале. Такое ощущение, что депутаты рекламент вообще не видели. Объясните, как можно голосовать с голоса за правку. Есть два мнения на этот счет. Ну, во-первых, скажу прямо... Это нарушение регламента, нарушение закона. Основного, одного из основных законов страны. Я же не отказываюсь от своих слов. И хочу еще раз подтвердить, что когда голосовались на связи с эти правки, мы нарушили там не только регламент, но и, как уже было сказано, соглашение Украины там с Евросоюзом и так далее. Но есть второе мнение, да? Я считаю, оно просто как оправдание. Я же не от себя говорю, я говорю то, что происходит там. Как оправдание своих действий. Что то, что в конечном итоге проголосовано депутатами утверждено 226, плюс это превалирует над другими документами, включая и регламент. Я так не считаю. Такое ощущение, что депутаты, когда голосуют, они просто не подумали, о чем вообще голосовал. Смотрите, я... Вот к Ивану Мирошниченко это нельзя относить, потому что он как раз в самом подтверждении топил, и не голосовал. Есть такая еще процедура, там ускоренное рассмотрение законопроекта. Мы никогда не голосуем за ускоренное прохождение. То есть мы пытаемся третий год соблюдать регламент, соблюдать регламент, соблюдать регламент, но оно не работает. Вот и все. Поэтому у меня какого-то уникального ответа, к сожалению, нет. Ну просто у вас есть консультанты, помощники. Мы его стараемся не нарушать. И мы его не нарушаем. Но по факту происходит следующее, что сбитые поправки, как я говорю, потом засчитывают списком, слетаются, съезжаются депутаты в зал для того, чтобы принять решение по, как вот сейчас голосование происходит. И мертвые, и живые, я называю, слетаются. Это вопрос просто, понимаете? Нет, нет, это не... Извините, это не непрофессионализм. Вот, понимаете, они же знают об этом нарушении. Просто это норма. Нарушать закон у нас в стране, причем власть продержащим, это норма. Люди не ходят на работу. А вы за регламентом. Они на работу не ходят. Депутаты. Уведите какие-то ассанкционированные нормы. Понимаете, в чем дело? Вот мы сейчас об этом и говорим. Мы говорим о том, что для того, чтобы элементарная вещь случилась, которая должна быть по закону, в любом случае, нужно выходить на дороге. Вот в этом беда. Это не случайность, вы правы. Это не квалифицированность. Все все прекрасно знают. Это делается специально. Это делается намеренно. Это делается с расчетом. Я вам могу напомнить, как точно так же, по той же самой технологии, была принята поправка о двух реестрах НДС. И бенефициары там были те же самые. Те же самые. И поправку эту, в Верховной Раде называли, поправкой хомутинника о двух реестрах. А потом мы ее всеми силами, все вместе сбивали. И первые, кто подал, кстати, законопроект о том, что не может быть двух реестров, потому что плательщики перед законом все равны, была Татьяна Острикова из фракции «Самопомощь». А потом это было уже внесено в проект Минфина, и да, мы приняли. Мы, наконец, вот мы это приняли. Это же было достижение. У нас в стране перестанут делить людей и компании на первый и второй сорт. Понимаете? Но это продолжается из года в год. И это не случайность. И вот мы против этой не случайности. Это называется политическая коррупция. И вот против этого, я считаю, не только мы должны быть аграрии, против этого должно быть все общество. Потому что если мы позволяем такое делать с собой, то нам нечего удивляться, почему у нас страна бедная, почему нас грабят, почему у нас правоохранительные органы занимаются не охраной порядка, а вымогательством денег и так далее. Это все оттуда, это все одно и то же. Поэтому 15-минутное или 30-минутное глупое непрофессиональное решение, как я сказал, может 3-4 месяца полстраны пытаются это раздвинуть обратно. Вот это функция власти. Люди не отдают себе отчет о последствиях, о влияниях. Живут отдельной жизнью. Страна отдельно, там все отдельно. Вы, наверное, меня хотели что-то другое услышать, потому что я все-таки три года уже там, но это факт, это реальность и ничего ты с этим не поделаешь. Я вам даже скажу, в следующей неделе будет очень интересно. Я посмотрю, как даже те аграрии, которые сегодня поддерживают отмену этих всех вещей, я посмотрю, как-нибудь кнопки еще нажимать, чтобы на дело поговорить возле трибуны, постоять, выйти на форум, товаропроизводителем и не получить там твердое слово, как минимум, можно еще и другое. А вот посмотрим, как будут голосовать. Ну, публичности все равно они не избегут, потому что сейчас уже контролируется все на... Ну, можно же выйти кофе попить. Ну, Заболеть, правильно? Ну, заболеют, мы все равно это покажем. Всех заболевших и заблудившихся на том ресурсе, о котором я говорил, вы увидите. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.